Всем привет любители ароматного табака. Сегодня у нас в меню будет сигара Villager. Компания эта швейцарская, основана в 1888 году. По сегодняшний день, как гласит интернет, компания остается семейным бизнесом и продолжает изготавливать свои сигары под своей фамильной маркой. Сигары я, честно говоря, как видите, пробовал. Уже, значит, не попробуем, а покурим. Сигара, соответственно, упакована в такой пакет, который позволяет сохранить влажность. В принципе, неплохое изобретение. Вопрос, конечно, о том, что в такой упаковке сигара не взаимодействует с другими сигарами, находящимися в коробке, то есть ферментация как бы замкнутая. Но как бы учитывая, что данный продукт, мягко говоря, невысокого качества, поэтому говорить тут о какой-то ферментации не приходится. Лишь бы влажность сохранить, но вот такой пакет, в общем-то, с этой функцией справляется. Ну, соответственно, мы ее открываем. Что у нас тут внутри? Значит, внутри у нас располагается сигара. Соответственно, сигара – это машинные крутки. По-моему, это все-таки настоящий покровный лист, суть по жилкам, да. Сигара обрезана в такой форме кошачьего глаза. Вот, значит, здесь вот немного липовато сделано. Есть кубинские там, и не только кубинские, и еще многие сигары, которые вот таким образом покровный лист на конце заворачивают. Но там это выглядит эстетично. Здесь, как бы, ну, мягко говоря, не очень. Вот. Ну, уже, наверное, перейдем к курению. Вот. И там уже по ароматам обсудим, что там внутри у нас. Ну, итак, друзья, сигара-вилледжер. Производство Швейцарии. Ну, формат не тяжело. Скорее, корона, наверное. Для робуста что-то тонковата она. Вот. Ну, посмотрим, что тут у нас резина. Ну, в общем, конечно, учитывая, что сигары все-таки, наверное, машинные крутки, значит, здесь лист, конечно, безусловно, будет резаный. Вот. Ну, посмотрим, что у нас тут. Такие легкие осенние ароматы сена. С небольшой такой, небольшим запахом паленой шерсти. Ну, в принципе, для машин неплохо пахнет. Такую пробую, прикурю. тяга очень легкая. Ну, как бы, как сигареты. Во-первых, в затяжках кислядина. Пытаюсь я тут что-то найти. Какие-то такие прелые болотные ароматы на фоне очень острых кислятины, которые сейчас весь рот заполнило. В принципе, забило все остальное. Ну, посмотрим, что тут будет. Я не думаю, что тут что-то надо будет делить на третье. Наверное, по итогу расскажу. Так, друзья, докуриваем сигару Виллиджер. Ну, и что можно сказать? В принципе, ну, то, что здесь, как бы, всегда вопрос у меня возникает, когда я курю такие сигары, как? Зачем они их делают? Я вот... Просто для чего? Ну, ладно, лирика, отвлеклись. Ну, что вам вкусу? В принципе, конечно, ничего тут, никакого тут развития вкуса не было. Вот перец, те же болотные ароматы. Тоже неприятная горчинка, которая просто перцем закрыла всю полость рта и, как бы, не дает пробиться ни каким другим ароматом, просто ничего не чувствует. Ну, в начале на тяге была легкая сладость. Сейчас, как бы, ее нет, видимо. Я не знаю, может, как бы, что я давал. Ну, в общем, то, что я давал, то сгорело. Ничего ни того не осталось. Ну, в общем-то, как и следовало ожидать от машинной крутки европейского производства, ничего примечательного в сигаре нет. Такое. Курю для людей, которые не разбираются в сигарах. Опять же, повторюсь, для чего их делать, непонятно. Ну, спасибо за внимание. А, ну да, залез в интернет, посмотрел на сайте, производитель делает сигарелы ароматизированные. Видимо, это может быть какой-то попытка занять еще другую нишу. Ну, попытка не удалась. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели мой обзор. До новых встреч.